Или куда? В Конго? Куда ты уйдешь сам от себя? А ты тут работаешь. Люди говорят, да ничего не сделаешь. Неправда. Вот я 17 лет сотрудничал с тюрьмою. Бесплатно? 17 лет. И каждый раз являлся в тюрьму не с пустыми руками. Иногда приходилось на машине грузовой 4,5 тонны собрать необходимого. Ни 2, ни 3 килограмма. Идти по камерам, раздавать. И 17 лет. Но они знают, что я каторжник, сидел в тюрьмах. За слово Божие. Там выступаю, несу. И когда выходят эти люди, приходят, сколько благодарностей ты услышишь. Ты разве услышал, если там не был? Нет, конечно. А некоторые стали другими при церкви. Это Бог сделал так. А то ничего нельзя сделать. Ну и что? И руки опустил. И говорит, крылья вниз. А ты подними планку повыше. Вставай раньше. Молись. Соблюдай посты православной церкви. И как? Даже в неверии своем делай, исполняй. И Бог увидит твою ревность. И семя даст плод. Не надейся на себя, на свои силы-то. Надейся на Бога. А то ничего нельзя сделать. Я говорю, да ничего еще не делали. В России погублено 21 тысяча сел. Тысячи. И вот у нас сейчас 26 лет. Мы с нуля начали строить деревню. С нуля. В Алтайском крае. Одна деревня такая на всю Россию. Православная. Да на весь мир. А в Загрузе Бурнадии вообще их таких нет. Приезжал в местный архиерей. Метрополит со своими священниками. Он каждый раз приезжает. Сергий Иванников. Метрополит. И все вчера я выставил на нашем Ютубе. А Ютуб-то очень легко. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Открытым оком. И ты увидишь там и концерт какой детский был. И за трапезой были мы. Все там есть. Увидишь. С какой он радостью все принимает. Бог нас наградил таким архипастырем. Мы перетерпели все. Не воевали. А тот был не расположен к нам. Меняется все. Бог видит. Мы с радостью несем. И дал другого. Надо научиться доверять Богу. И ты увидел. Ну. Народ ничего не знает о Боге. Ну а ты-то что сделал для этого? Конкретно. Начинай. Устраивайся где-то. Начинай преподавать на улицах. Всюду и везде. Свидетельствуй и проповедуй. И говорю. Вот мы только в окрестностях своей деревни. Раздали. Заходя в каждый дом. Больше 30 тысяч евангелий. Новых заветов. Только вокруг. Не считай. Что прошли. Дори от Владивостока. До Лиссабона. При Балтику и Скандинавию. Шесть мусульманских республик. Турцию. И везде. Везде. Оставляли слово Божие. И от 38 книг своих. Какие у меня вышли. Трудиться надо. Работать. А не так. Я из церкви пойду. А куда ты пойдешь-то? Куда? Ты уже вне церкви. И на тебя законы не распространяются. Как на мертвеца. Как на преступника. Уголовника. В православной церкви при богослужении употребляется антиминс. Шелковый или льняной плат. Материя. С зашитыми частицами мощей. На котором изображено положение во гроба Иисуса Христа. Освященный антиминс кладется на престол. Антиминсы суть престола и есть. Без антиминсов не совершается литургия. Причищение. Но так вот было сделано и как-то, чтобы беззакония-то не было. Хорошо известно, что в свое время Хрущев, придя к власти, пообещал окончательно расправиться с православной церковью. А в 1980 году показать по телевизору последнего попа. В 1980 году. А в 1982 коммунизм должен был. Ни Хрущева, никого нету. Но, видать, Господь не позволил этого. Хотя кое-что все же генсеку удалось. Генеральный секретарь. При нем было закрыто около 10 тысяч храмов. Половина действующих тогда. Где же оказались все сосуды и антиминсы из всех 50 тысяч закрытых при советской власти храмах? При советской власти не 10 тысяч, а 50 тысяч. Есть мнение, что именно Хрущев провел кампанию по изъятию старых антиминсов для замены их на новые. Изготовленные на секретных фабриках КГБ, заложив в них мощи Ленина. Если это так и было, то любому здравомыслящему человеку понятно, что в таких антиминсах, побывавших в руках безбожников-сатанистов, никаких мощей святых быть не могло. Тогда что же? В лучшем случае там просто ничего не было. Церкви достались обыкновенные тряпки. Это если предположить, что заменой антиминсов занимались обыкновенные атеисты. Люди ни во что не верящие. Но документально установлено, что Октябрьский переворот 1917 года в России это акция масонов, розенкрейсеров, ставящая цель не просто убить веру во Христа, но чтобы в храмах шла служба сатане. Посвятить всю страну дьяволу. Коммунисты, орудия масонов, почитали одну святыню, мощи вождя революции Ленина. И в житие святого Илариона Великого 21 октября страница 477 видим, что дьявол действует через мощи, медные дощечки, через особо грешных людей и их тела при жизни, служившие преисподней. В 1927 году совершилось величайшее в мире предательство, когда митрополит Сергий Строгородский подписал декларацию о лояльности советской власти, о полном подчинении их воле, разрешив ставить в клир в священники угодных им людей, ни во что не верящих, с партийными билетами. С тех пор делами патриархии, основанной Берией и Сталином, в сентябре 1943 года, стали полностью руководить из Кремля через своих ставленников архиереев, агентов КГБ. Дроздовы, это кличка Алексея Второго Патриарха, Михайлов, это КГБская кличка Кирилла, Адаманты, Аббаты. КГБ направляло в семинарии, продвигало по службе. Откуда взяты? Комиссар Дьявола, книга называется Александра Нежного, страница 183. Ну, я на этом оставлю пока сегодня. Всё на этом сегодня. Я запечатываю сейчас один ролик, готовлю каждое утро, события дня. Ну, я вижу, в конце все расходятся, поэтому закрываю и на этом всё. Ну, может проверить, я гляжу, тут новый какой-то Юрий пришёл. Так, Сергей, ты меня слышишь? Сергей? Ушёл, наверное. Ну, ладно. Ну, я сейчас отключаю, а потом включу на другой ролик, посмотрю, кто есть или нет. Ну, я сейчас отключаю. Ну, я сейчас отключаю. Ну, я сейчас отключаю. Ну, я сейчас отключаю. Продолжение следует...